Рот открывай. Заряди. Выстрел! Разведгруппа ополчения засекла украинского наводчика до того, как он успел дать точные координаты расчетов. Поэтому колонна тяжелой техники силовиков, которая выдвинула со стороны Дебальцева, попала под обстрел. Десятки минометов одновременно открыли огонь. Бой продолжается в течение 20 минут. Часть колонны разбита, а ополченцы из-за секречного отряда берут передышку. Между атаками бойцы ополчения отдыхают здесь, под землей, в одном из бывших погребов. Здесь довольно-таки тепло, помещение обогревается буржуйкой. Здесь бойцы спят и просушивают свои вещи. Победим мы однозначно. Так что, ну, ситуация, конечно, не очень легкая, но все настроены только на победу. Силы они не наращивают, обстрелы намного меньше стали с их стороны. Скорее всего, у них уже заканчиваются боеприпасы. Такое. Так что, я думаю, недолго им осталось держаться. Этот отряд постоянно меняет позиции. Километр за километром приближается к Дебальцево. Командир с позывным Аркаим и его сослуживцы уверены, украинским силовикам в котле не удастся продержаться долго. Работает артиллерия. На отдельных участках пехота пытается, то наша, то их не пытаются там переходить. В атаке, в контратаке. В общем, пока все стоят на позициях, вот, ну, проходят бои местного значения. Сейчас война артиллерии идет. Стреляем друг в друга. Они в нас, мы в них в более или менее степени удачно. Говорят, у них заканчиваются запасы, или это не так? Ну, они рано или поздно у них заканчиваются, потому что то, что они смогли блокировать территорию, в принципе, перебивают им всю инфраструктуру, весь подвоз боеприпасов. Вот, поэтому, время покажет. А так, опыт этой войны показал, что, в принципе, не исключено, что будут им завозить и боеприпасы, и вещи теплые, и личный состав могут пополнять. Сегодня мы подбили пехоту ихнюю, не знаю, может, человек 40, и один бронетранспортер. Танк бронетранспортер. Ну, да. И... БМП. Будем стараться еще вот так же в этом духе. Газить их. Короче, им не выжить, это точно, 100%. Бойцы едва успевают выпить по чашке чая, как разведгруппа сообщает. Противник опять начал движение в сторону ополчения. Приходится возвращаться на позиции. Миномет! Быстрее! Быстрее! Миномет! Арт-обстрелы, позиции противника, как правило, ведутся в течение всего дня. Оружие не новое, рассказывают бойцы, но еще ни разу не подводило. Были два миномета, 42-го года выпуска. Возможно, прошли не одну войну. Как-то так. Автоматы тоже привозят. Есть и старое, потертое все, тоже с чьими-то именами. То есть, видим, оружие повоевавшее. Тем не менее, ковыряемся, воюем. Там и прелестно. Умудряемся все этим старым вооружением, старой техникой еще и выполнять задачи. Еще и эффективно воевать. Так что, как-то так. Поэтому, не знаю, ни одна современная армия с нами тягаться именно поэтому и не сможет. Чтобы победить американскую армию, нужно всего лишь выключить им свет и один раз не привести куку-кулу. Артиллерийский отряд вновь сменил позиции. Противнику все-таки удалось накрыть кассетными зарядами ближайшую территорию. Минометчики разместились в более безопасном месте. Еще ближе к Дебальцево. Евгения Азмановская, Александр Ушаков. Луганская Народная Республика. Live News.